Всем привет! Прошла неделя и накопились новости, которые я хочу обсудить вместе с вами. Они точно будут интересны всем автолюбителям. Предлагаю прокатиться со мной по городу. Стало известно, какие автомобили на механике чаще всего покупают россияне. Аналитическое агентство Автостад рассказало о выборе. За первые 9 месяцев 2020 года было совершено более 385 тысяч сделок покупки новых автомобилей на механике. И в топ пошло множество моделей. Самую значимую долю рынка заняла Lada. Авто этого бренда было продано более 200 тысяч. На втором месте Renault с показателем более 60 тысяч авто. Третье место занял бренд Hyundai. 20,5 тысячи. Далее Volkswagen 17,7 тысячи. И Kia 16,6 тысяч машин. Вкратце расскажу о моделях. Самой популярной стала Lada Granta. Ее купили 78 тысяч раз. Далее Lada Vesta. 61 тысяча продаж. И на третьем месте Lada Largus. И продали 25 тысяч 500 экземпляров. Повторение мать учения. Поднимем еще разок вопрос. Нужно ли клеить знак шипы в этом году? И будут ли штрафовать за его отсутствие? Еще в 2018 году в ГИБДД разъяснили, опубликовав постановление правительства о внесении изменений в ПДД. Согласно документу, с 8 декабря 2018 года знак шипы не считается обязательным для нанесения на автомобили, оборудованные зимними шипами. Благодаря многим факторам, например, как конструкция транспортных средств, как современные системы, электронные системы торможения, знак шипы просто потерял свою актуальность. Сложно судить в современных реалиях о вероятном характере движения автомобиля в той или иной ситуации. Особенно по неоднородному покрытию, например, снег. Но спешу напомнить, что ваша безопасность и здоровье других участников движения зависит от вас. Не забывайте соблюдать дистанцию. Сайт «Автоньюз» составил топ-7 самых частых штрафов на дорогах России. Чаще всего водителей наказывали за следующее нарушение ПДД. Самое популярное нарушение ПДД – это превышение скорости 95,9 миллионов раз. Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 8,4 миллиона раз. Проезд на запрещающий сигнал светофора 3,5 миллионов. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги встречного разъезда или обгона 2,2 миллиона раз. Непристегнутый ремень или отсутствие мотошлемов 2,2 миллиона раз. Отсутствие полиса ОСАГО – 1,5 миллиона. И нарушение правил тонировки 1,4 миллиона. Самое интересное, что список частых нарушений пополнили и пешеходы. ГИБДД вынесло более 1 миллиона постановлений за нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения. Как говорится, нарушают все. Но помните, что когда вы нарушаете правила дорожного движения, вы идете на риск. И да, по статистике вы можете понять, что вы не один такой. Но даже если нарушили, не забывайте вовремя оплачивать штраф. Это были все новости из мира авто, которые я хотел обсудить вместе с вами. Отличного вам утра и хорошего дня. Не нарушайте правила дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова